Коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно. Меня зовут Тарас Бажан. Я являюсь старшим продакт-менеджером компании Digispo Pro Audio оборудованию. Со мной вместе будет данный вебинар читать мой коллега, инженер по микрофонной и конгрессу оборудованию Андрей Ильичев. Он к нам скоро подключится. И сегодня мы с вами будем говорить, как, собственно говоря, написано на ваших экранах, про бренд-шур. Но не просто про бренд-шур, а про его системное направление. Если говорить про те линейки шур, которые представляет компания Digis, то сразу скажу, мы возим вам во всевозможной экспертизе, помогаем по всем абсолютно линейкам бренда-шур. Но конкретно сегодня мы с вами будем говорить про, скажем так, продукты для системного бизнеса. Тем более сейчас это очень актуально. В нынешних реалиях, к сожалению, больше, наверное, что у нас становится все меньше и меньше очных встреч. Андрей, привет. 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 Приветствую всех, коллеги. Я извиняюсь, да. Я тебе представил, да, это вот Андрей Ильичев, наш инженер. Вот. В нынешних реалиях действительно очных встреч стало меньше. Мы уже меньше встречаемся, меньше по городам. И больше и больше переходим на удаленное общение. Я имею в виду, это и конференции, это и видеоконференции всевозможные. Вот. Поэтому абсолютно логично, которые нам должны помогать в этом, чтобы нас было лучше слышно, да, чтобы не было каких-то проблем с коммуникацией, на удалении, что данные продукты имеют фокусное развитие, фокусное направление. Мы должны об этом больше и больше говорить. И давайте мы начнем с такой линейки оборудования, как Microflex Advance. Ну, я думаю, что многие из вас слышали уже про данную линейку. Это так называемые микрофонные массивы. Что мы сейчас имеем по данному оборудованию? Какие у нас есть линейки? У нас их сейчас ровно три. Две зарекомендовавшие себе линейки – это потолочные микрофонные массивы MXA910, это настольные микрофонные массивы MXA310 и новые линейные микрофонные массивы MXA710. Все это оборудование используется для аудио-видео конференции, для переговорных комнат, для конгресс-залов, для пресс-центров и так далее. Но у нас, возможно, сейчас, когда я говорю про нынешние условия, больше интересует это аудио-видео конференции. Основное, на что следует внимание, когда мы говорим про подобные микрофонные массивы, это то, что они сетевые. Они используют протокол Dante. То есть буквально нам нужен с вами один кабель Ethernet для того, чтобы подключить данные массивы, чтобы открыть функционал по их управлению. Поэтому, ну, действительно, это передовое абсолютное решение от компании Shove. Вот. Ну, и мы не будем забывать с вами про дизайн, потому что действительно очень интересно, очень красиво подобные решения вписываются в интерьеры, есть три цвета. Кроме того, если мы с вами говорим про потолочные микрофонные массивы MX-A910, их вообще можно покрасить в тот цвет, который вы хотите, сняв грилер-решетку. Ну, буквально напомню пару слов про микрофонные потолочные массивы и настольные. Итак, касаемо потолочных микрофонных массивов MX-A910. На что бы хотелось остановиться очень подробнее, это автофокус. Да, теперь данная система имеет, ну, это, конечно, не новинка, да, но, тем не менее, это одно из таких основных обновлений, которые претерпели данные системы, это управляемая зона покрытия, автофокус. То есть, когда человек, на которого направлен луч, да, который в данный момент вещает, вошкается на месте, встает или даже ходит по помещению, по комнате, да, все равно луч, который идет с потолка, он следует за непосредственно данным спикером, отлавливает его звук. То есть, соответственно, никакие, не обязательно настраивать заранее зоны для того, чтобы у нас звук качественно и хорошо отлавливался. Тем не менее, есть возможности пресетов, когда у нас, допустим, зал-трансформер или у нас меняется рассадка делегатов, можно задать пресет для того, чтобы, в зависимости от того, какая, когда момент ведется видеоконференция, у нас сразу же микрофон был отстроен, ну, конкретно вот на это мероприятие. Далее, вот тоже важная деталь, что у подобных массивов есть цифровая обработка сигнала, Intelimix. И что у них есть встроенный DSP, то есть у нас есть эхоподавление в данных системах. Вот, соответственно, вы достали данное устройство, оно у вас обладает и автофокусом, оно у вас обладает и уже изначально DSP-функционалом, и вы можете работать. Вот, главное задать POE-питание, подобное устройство, там POE, POE+, вот, для того, чтобы у вас устройство заработало. Вот, ну и самое интересное, а то, что мы сегодня вам покажем в том числе, Андрей нам в этом поможет, это с помощью PO-дизайнер, как можно массивы отображать на, ну, то есть заранее понять, как они будут работать. То есть у нас с вами будет схема, ну, какие-то размеры зала, да, куда мы с вами будем накидывать то или иное оборудование и понимать, как одно оборудование будет сочетаться с другим. Это очень удобно, наглядно, но я думаю, что он всем понравится. Касаемо микрофонных массивов MXA310. Это настольное исполнение, это микрофон граничного слоя, кто как хочет, может их называть. Здесь у нас интерес вызывает то, что есть различные диаграммы направленности. От, скажем так, однонаправленной диаграммы до все направленные, и даже есть направленность в виде второго, ну, это что-то вроде гублика. Есть возможность брать 4 канала с подобного устройства, и там с шагом на 15 градусов можно больше направлять на те зоны, где у нас в данный момент сидят люди. Интересно то, что, к примеру, поскольку вокруг данного устройства есть светодиоды, причем они могут быть разного цвета, вы можете понимать, какой луч, как микрофон отстроен в данный момент. То есть вы будете видеть путем световой индикации, куда у вас будет направлен массив, в какую сторону. Потому что все на самом деле интуитивно понятно. Плюс там есть кнопка включить-выключить микрофон, причем она программированная, программируемая, и вы можете эту кнопку запрограммировать, как вам удобно. К примеру, нажали кнопку, отключили микрофон, либо, например, когда вы удерживаете микрофон, допустим, работает, пускай есть и палец, микрофон у вас не работает. Это Акту-ю, то есть вы можете настраивать его как хотите. Вот и, конечно же, тоже данное устройство, которое точно так же подключается одним кабелем Ethernet. Вот. И теперь мы подходим к новиночкам, да, к новиночкам, к интересным. Итак, в этом году компании было представлено отличное решение, которое называется линейный микрофонный массив MXA710. Он как бы находится между потолочным массивом и настольным массивом. Вот. Следующий слайд как раз будет подробнее об этом. Вот. И еще важно то, что наше развитие технологий, развитие софта пришло к тому, что теперь на необязательные даже использовать хадверные устройства по обработке звукового сигнала. То есть теперь у нас процессор, который, ну, я думаю, что многие слышали о котором, да, который у нас называется P300, да, у компании Shure, теперь есть возможность устанавливать на ваш компьютер в вашей переговорной комнате его софтверный аналог. Он называется Intelimix Room. То есть по большому счету это просто лицензия, да, которую вы устанавливаете на компьютер в вашей переговорной комнате. И точно так же он занимает, его функционал точно так же состоит в том, чтобы отвечать за маршрутизацию вашего звукового сигнала, ваших микрофонных массивов. Итак, касаемо MXA 710. Есть несколько вариантов его, скажем так, ну, давайте так, цветового исполнения, начнем с простого. Точно так же белый, черный и алюминий, там, серебристый, давайте его так называем. Вот. Отличная разборчивость речи. Точно так же настраивается, есть возможность настройки диаграммы. Очень важно, что уже в этом устройстве у вас есть автофокус, да, то есть лучи будут подстраиваться под говорящего человека. Вот. И вот конкретно данное устройство мы покажем, как оно располагается, как можно использовать программу дизайнер для того, чтобы посмотреть, как будет располагаться лучи и так далее на этом устройстве. Есть два форм-фактора у него. 60 см и 120 см в длину. Да, вот такие, как сам барань будет выглядеть, если мы их на стенку установим. У 6-сантиметрового варианта у нас 4 луча, у 120-сантиметрового у нас 8 лучей. Вот. Соответственно, по потребностям, что вам нужно, какие вам необходимые задачи закрывать, вы и, собственно, тот вариант и выбираете. Но я уже помянул, что у данных систем есть автомикс. Это очень важно. Кроме того, есть DSP-функционал. Точно так же вы достаете его из коробки, подключаете к кабелям и можете начинать работу. И здесь мы еще можем говорить про интересный новый дизайн. Когда у вас ваш микрофонный массив, вы можете прикрепить под панелью, на которую у вас отображение идет, над панелью, вертикально вы можете его поставить. Как хотите. Вы можете его на потолок прикрутить, вы можете его врезать в стол. То есть использование подобных устройств именно в интерьере, оно реально на все поверхности, кроме пола, на какие хотите, на все поверхности можете его прикреплять. И отстраивать. Более того, отстраивать его потом, чтобы он четко работал. Давайте на большие примеры я вам покажу, как можно это показать. К примеру, на стене горизонтальное исполнение под панелью. Давайте я возьму карандаш и покажу. То есть в данном случае вот здесь находится данный микрофонный массив. Если мы с вами говорим про горизонтальное, исполнение тоже настенное, то, пожалуйста, вот данный массив, вот он где находится. Врезка в стол. Вы понимаете, да, что, к примеру, если мы с вами говорим про MXA 310, то для такого, на такой стол, ну, скорее всего, мы посоветовали бы использовать два. Ну, два модуля, да, то есть здесь мы одним MXA 710 закрываем вот потребность всего стола подобного. Вот. Ну и тоже, конечно, красивые картинки смотрятся, это вот еще потолочное исполнение вот такое вот. Возможно. В данном случае используются специальные, ну, и когда мы говорим про настольное исполнение, когда мы врезаем, используются специальные, как назвать, ну, кронштейн, давайте назовем, для врезки. Если вы хотите данный микрофон просто поставить на стол, а это тоже возможно, то есть специальная подставка, которая также крепится на ледяный микрофонный массив, и вы можете его поставить непосредственно на стол. Вот. То есть не только врезать, а еще и поставить. Вот. И... Так, ну, вопросов нету, отлично. Значит, я надеюсь, что все доходчиво рассказываю. Вот. Еще давайте остановимся на еще одной новинке. Ну, они примерно все в одно время вышли. Это потолочная акустическая система. Это потолочная колонка. Как ни странно, она тоже Dante. Вот. То есть получается, что все наши устройства, про которые мы с вами говорим, и микрофонные массивы, да, все, и сейчас мы говорим с вами про Dante колонку, мы все их будем видеть, отслеживать в программе и смотреть за их состоянием. Это реально... Да, 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 совершенно верно. Вопросы можно писать в чат. Вот. Итак, касаемо данной колонки. Она используется везде, где мы с вами... О чем мы с вами говорили до этого? Где используются микрофонные массивы? Ну, конечно же, если это необходимо. Мы с вами говорим про аудио-виде конференции, про всевозможные переговорные комнаты. Везде данные колонки могут быть использованы. Высокоразборчивость речи, да. Ну, вы понимаете, это шур, это топ-качество, поэтому и устройство не только по микрофонной части, о которых мы все с вами сказали, но теперь уже и по динамикам тоже присутствует великолепно разборчивость речи. Легкая настройка. Формфактор у данной колонки один, то есть, ну, грубо говоря, модель одна. Сейчас мы говорим, то есть, там нет в зависимости от большей или меньшей размера динамик, он один. Вот, соответственно, динамик 3,3 см составляет. Поле питания. Дан-то вход и выход, причем входа 2 данной системы. Очень, как, наверное, это будет приятно для инсталляторов, что сам гриль, он на магнитах. Не нужно, когда вы сам корпус вставите в потолок, не будет необходимости ничего прикручивать. Вот, соответственно, вы просто на магнитах прикрепляете гриль, и все, и колонка у вас готова. И более того, если по какой-то причине, по дизайнерской причине вам нужно шильдик шуры открепить, то это тоже легко можно сделать. Ну, и кроме того, ну, опять же, для дизайнеров, поскольку гриль съемный, да, то, соответственно, его, конечно, можно покрасить в тот цвет, который, ну, необходим для того или иного интерьера. И еще одна новинка, это еще не все, да, это кнопка Mute. Кнопка Mute тоже кнопка имеет протокол Dante. То есть с помощью данной кнопки вы что можете сделать? Ну, первое, что напрашивается, да, когда мы с вами говорим про микрофонные массивы. У настольного микрофонного массива все понятно. У него есть кнопка Mute физически, да, вы можете нажать на него. Когда речь идет про потолочный микрофонный массив, когда речь идет про линейные микрофонные массивы, там нет кнопок для отключения, но, к примеру, регламент, да, требует чего-то, ну, или есть какие-то секретные, там, переговоры. Соответственно, вы можете, находясь в комнате, где находится массив, нажать на эту кнопку и отключить его. Вот. Собственно говоря, это относится не только к микрофонным массивам, да, а к любому устройству Dante, на которое может быть настроена данная кнопка, есть возможность функционала вкл-выкл. У данной кнопки есть светодиодное кольцо, которое подсвечивается. Вот, например, на рисунке, да, вот оно видно зелененькое. Ну, к примеру, вы можете его сделать красным, когда кнопка off в режиме, да, нажата. Вот, для того, чтобы было понятно, уже включено или выключено устройство. Она монтируется путем врезания в стол. Ну, вот на… давайте я вам покажу, вот так в виду, да, то есть вот эта часть у вас будет сверху стола, все остальное у вас будет под столом, под столом, вся вот эта часть. Вот, ПОИ-питание точно так же. То есть единственное, что следует предусмотреть, когда мы с вами делаем подобные устройства, ну, как это в одном помещении, да, вместе собираем, то, что нам нужно предусмотреть, ПОИ-свечер, ПОИ-коммутатор, для того, чтобы запитать все устройства, о которых мы с вами сегодня говорим. И теперь, ну, еще раз остановимся на процессинге. Итак, наша проверенная, наша рабочая лошадка – это процессор P300, который имеет 10 данных входов и 2 аналоговых входа, плюс USB еще у него есть, и аналоговые выходы, тоже имеет ПОИ-питание. Вот, есть специальные у него скобы для того, чтобы крепить данное устройство под столом незаметно. Вот, то есть это очень удобно для инсталляторов, не нужно дополнительные какие-то устройства крепежа покупать. Ну, и, конечно же, это новое Intelimix Room, программное обеспечение, как раз которое служит тоже для обработки аудиосигналов в АВ-конференциях, которые используются для Dante микрофонных устройств компании Shuf. Вот. Вот такие, вот, собственно говоря, устройства мы с вами рассмотрели. Я думаю, что всем интересно, устройств много. Все они, ну, имеют, имеют свои особенности. И как же их теперь соединить вместе? Да, то есть вроде по отдельности все звучит красиво. Вот. Но теперь давайте рассмотрим, скажем так, новый тренд. Это так называемый Shure экосистема. Компания Shure упростила всем нам жизнь. И объединила все данные устройства в одну экосистему. Для того, чтобы нам было проще в инсталляции, в подборе оборудования, ну, и в понимании того, как должна правильно работать наша переговорная комната с точки зрения аудио. Итак, касаемо звуковой экосистемы. То есть все наши продукты, которые мы рассмотрели, да, они собираются все в одну экосистему. То есть компоненты – это микрофонные массивы, это акустика, акустическая колонка, это, если необходимо, кнопка Mute. Ну, и, конечно же, это аудиопроцессинг. Ну, там, либо Intelimax Room, да, либо, допустим, P300. Конечно же, сюда могут включаться всевозможные элементы управления. Ну, даже каких-то, допустим, сторонних производителей. Вот. Самое главное, что все оборудование Shure, да, Dante, оно имеет полную совместимость со всеми этими платформами, на которых мы с вами обычно проводим наши конференции. Это и Zoom, это и Microsoft Teams, это и Cisco и другие. Это означает, что у вас есть абсолютно полная интеграция, не будет никаких лагов и так далее в работе с данными системами. Ну, и все это дело управляется с помощью Shure-дизайнера, да, и с помощью ПО-системы. Для того, чтобы было удобно из одного места, то есть сначала все это понять, как вообще это выглядит, как это должно работать, как это должно смаршрутизироваться, да, и в конце концов, как этим всем управлять. То есть у вас действительно есть один оператор, который всеми этими устройствами с одного места, с одного, грубо говоря, интерфейса управляет всеми данными устройствами. Это дико удобно, вот, и реально, ну, гораздо меньше времени на все тратиться, на то, чтобы там переконфигурировать или еще чего-то сделать. Вот, ну, и просто управлять той или иной конференцией. Вот, а сейчас, значит, мы с вами будем просмотрим небольшое видео, небольшое видео, где красивым русским бархатным голосом еще раз вам расскажут про экосистему Shure. Использование авиаоборудования от разных вендоров требует дополнительных усилий при вводе в эксплуатацию и во время обслуживания при устранении возможных неисправностей. Портфолио сетевых решений Shure теперь полностью покрывает потребности по захвату речи и ее передачи через DSP-процессор на динамик, обеспечивая исключительное качество звука для каждого участника видеоконференции при любых условиях. Наше решение сертифицировано ведущими разработчиками видеокодеков, что гарантирует полную совместимость аппаратного и программного обеспечения, а значит, исключительно приятный опыт его использования. Мы предлагаем сетевые микрофоны, динамики и инновационный программный DSP-процессор, без необходимости в отдельных усилителях или внешнем процессоре. Это упрощает систему в целом, сохраняя необходимый функционал для удобной совместной работы. С помощью программного обеспечения Shure Designer можно легко подобрать необходимый набор компонентов для вашего объекта. Таким образом вы экономите время и деньги, конфигурируя гарантированно совместимое и стандартизированное оборудование с минимальными усилениями. Конечные пользователи, в свою очередь, получают готовое рабочее решение для комнат любой конфигурации. Сертификация ведущими разработчиками программного обеспечения для видеоконференций обеспечивает бесшовную интеграцию с используемой платформой клиента. Аудиошифрование Shure обеспечивает безопасную передачу звука между всеми компонентами Shure. Поддержка Dante Domain Manager позволяет контролировать доступ для уверенности в конфиденциальности встречи. Программное обеспечение System.on дает беспрецедентные контроль над системой, позволяя дистанционно управлять сетевыми устройствами Shure с помощью интуитивного интерфейса. Звуковая экосистема Shure обеспечивает высокий уровень удобства и качество звука с единой точкой обращения для технической поддержки и сервиса. Это мощное решение от известного своей надежностью на протяжении более 95 лет аудиобренда. И теперь я передаю слово Андрею. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Меня зовут Андрей. Как меня слышно? Мы сейчас покажем анонс, который я сказал до начала презентации Тарас. Программные модули, которые позволят инженерам, простым пользователям применять следующие программы. Вначале мы остановимся на дизайнере. Он русифицирован. Потом, когда возникнут вопросы, где его взять, я обязательно покажу. Это позволяет экономить время пользователя, инженера. Смотрите, как все просто. Я создал мероприятие. Вхожу в него. Соответственно, с левой стороны мы видим виртуальное устройство. Представьте, мы с вами проектируем какой-то зал, и у нас нет ничего. Соответственно, вверху по горизонтали мы видим некоторые заголовки. Баршрутизация, карта охвата, синхронизация. Давайте попробуем что-нибудь в этом калькуляторе сделать. Мы возьмем несколько устройств и посмотрим, что будет происходить. Пожалуйста, прошу, возьмем такое устройство. Зададим вариант, как будем устанавливать. Пускай это будет селлинг, потолочный вариант. Но мы с вами видим, а Тарас об этом говорил, здесь есть четыре варианта установки. Это настенный, настенный горизонтальный, настенный вертикальный, потолочный классический вариант и установка на стол. Добавим. Вот он у нас с вами поместился. Давайте дальше продолжим. Хотелось бы теперь по сети подключить еще одно устройство. К примеру, это будет потолочный громкоговоритель. Замечательно. Но мы на этом не остановимся с вами. Хотелось бы еще кнопку Mute, которую анонсировал Тарас, тоже подключить. Но мне кажется, чтобы все это дальше смаршютизировать, и здесь мы видим с вами подсказки, дальше будут. Есть замечательный процессор P300. Программа. Я сейчас сделаю вместить. Показывает нам, что надо оптимизировать. Давайте позволим ей это сделать. Опять подсказки. Я вначале сразу выбрал русский язык. Там есть варианты. Если некоторые вещи покажут, что некорректно переведены, бывает, что над этим работает, то можно выбрать любой другой язык из библиотеки. Давайте позволим программе дальше работать. Оптимизировать. Давайте посмотрим, как быстро данная программа, эта версия 4.2, справляется с данным решением. Смотрите, что происходит. Опять подсказка. Она позволяет либо закрыть, либо перейти в раздел охвата. Давайте для начала закроем. Вот, собственно говоря, мы с вами построили маршрутизацию. Если нам этого мало, и мы что-то не согласны с тем, как нам предложила, собственно говоря, программа, мы можем удалить эти маршруты. Я создал маршрутизацию. Я хочу перейти, как подсказывала программа, в карту охвата. И, соответственно, мы понимаем, что у нас у всех есть какие-то залы. Мы можем сами задать размеры, длину, ширину, высоту помещения. Либо, если партнеры, коллеги имеют уже какое-то изображение, мы можем его просто подбросить. Я здесь немножко подредактирую. Давайте зададим какие-то габариты, о которых мы говорили. Пускай это будет, допустим, 10. 5 метров. Высоту потолка поставим 3. Если надо, мы можем увеличить изображение, уменьшить, собственно говоря, уместить. А вот наш, собственно говоря, потолочный массив. Мы можем его развернуть. Спозиционировать. Ну, и этого мало. Если нам этого не хватает, соответственно, мы можем опять зайти в синхронизацию, либо в маршрутизацию. И, к примеру, провалиться в это устройство и сделать какие-то настройки. И так, собственно говоря, мы можем делать с каждым устройством, которое у нас находится в библиотеке. Чем это удобно? У меня сейчас нет никаких устройств, подключенных по сети. Я могу заранее, заранее сделать какие-то настройки и потом их себе предоставить. Вот такая штука. Предлагаю пойти дальше. Мы потом покажем, где он находится. Я, собственно говоря, не хотел бы дальше вот время отнимать у эфира, потому что насыщенные программы на вопросы ответа с удовольствием отвечу. Так, Андрей, спасибо. Давай, действительно, может быть, обратимся к вопросам, если они у нас появились. А, хорошо. Давайте посмотрим вопросы ответа, которые были. Если я что-то пропущу, то вы простите меня и еще раз задайте. Соответственно, Евгений Степанов задает вопрос, зачем два входа колонки, шур, и вы уверены, что кнопка подключается по данте, а не просто по данте? Да, это сетевое устройство. Нет, не по данте, сетевое. Где можно будет послушать демо-аудио по каждым микрофонным устройствам? Дальше Тарас сделает анонс, собственно говоря. Я думаю, такое... Да, да, в конце нашей презентации сделай анонс по этому вопросу. К сожалению, пока вопрос, Александр, оставь, стоит ли есть опыт работы на виртуальных машинах, насколько стабильно работает. Вот, к сожалению, у меня такого опыта нет. Я могу сказать, что мы совсем недавно получили демо-сеты, которые компания Шур нам охотно предоставила. Это был микрофон-массив 710, кнопка, мьют, крепление и потолочный громкоговоритель. Буквально там совсем некоторое время назад мы это подключили, проверили. А до этого я только их щупал виртуально, поэтому сегодня показал калькулятор. Но, надеюсь, скоро-скоро мы очень скоро поможем вам и покажем их вживую. Спасибо. Коллеги, ну вот давай теперь немножко обобщим и посмотрим на примерах, как может выглядеть, скажем так, в комплексе и какие куда устройства стоит рассматривать. Итак, на данном слайде вы видите два примера. Это небольшой зал, небольшая переговорная комната на 2-6 мест и чуть больше, чем на 8. Итак, по первому варианту нам с вами достаточно одного настольного массива MXA310, достаточно одной колонки сетевой. И на наш ПК мы устанавливаем ПО Intelimix. Это часть, которая будет закрываться, собственно говоря, элементами шу. И дальше у нас есть планшет, камера и, собственно говоря, ПОЭК-коммутатор для того, чтобы подключить наши все данные устройства. Простое в конфигурировании у нас получилось решение. Когда у нас чуть больше увеличивается зал, то мы уже можем предлагать сюда микрофонный линейный массив. В данном случае на экране он подвешен под инструментом видеотображения. Ставим DSP-процессор P300. Два динамика, ну потому что у нас комната позволяет уже два динамика поставить для того, чтобы лучше было слышно всем участникам, если, допустим, у нас полный зал будет, ну, полная комната людей будет. И все то же самое, значит, камера, ПОЭК-коммутатор обязательно. Вот. И ПК с предустановленным там Zoom, Teams и так далее. Там CISC, все что угодно может быть. Вот. И когда мы с вами рассматриваем уже такие довольно внушительных размеров объекты, где мы будем с вами использовать потолочный массив. В первом случае мы используем процессор P300, два динамика и потолочный массив. Но поскольку у нас с вами есть потолочный массив, то, скорее всего, мы, ну, скажем так, лишним не будет туда поставить еще кнопку Mute для того, чтобы была возможность отключать микрофон потолочный. Вот. Ну, и когда совсем большое помещение, мы можем два повесить микрофонных массива под потолок потолочных, четыре колонки поставить, процессор P300, кнопка Mute, и, пожалуйста, и начали работать. Здесь уже, вот, скорее всего, из-за того, что комната довольно большая, будем использовать не Zoom, а, скорее всего, CISC. Вот, коллеги, на данных примерах было показано, ну, как и где могут быть использованы устройства, в каком количестве и так далее. Вот. Но в любом случае, перед тем, как что-то покупать или предлагать, мы вам советуем обратиться к нам для того, чтобы мы провели экспертизу, рассчитали, для того, чтобы не было избыточного какого-то, ну, там, количества устройств предложено. Вот. И, подобрав оптимальное решение, собственно говоря, уже работать дальше. Вот. Поэтому, коллеги, надеюсь, по этим вопросам, по этому оборудованию, по этой новой экосистеме ШУР вам понятно, вот, какое оборудование и, в принципе, как двигаться дальше. Сразу скажу, что в конце будут наши с Андреем контакты, куда вы сможете задавать свои вопросы касаемо конфигурирования, касаемо, грубо говоря, ваших проектов, если у вас будут такие вопросы. И мы будем с удовольствием в них отвечать и обрабатывать. Итак, мы с вами поговорили про экосистему ШУР. Мы с вами поговорили про видеоконференции. Те актуальные вещи, которые сейчас есть в мире в целом. Вот. Но, конечно же, не нужно забывать о том, что, когда мы с вами говорим про какие-то крупные, большие объекты, у нас жизнь не останавливается, то точно так же у нас работает крупный бизнес, то есть точно так же у нас работают с вами образовательные учреждения, точно так же и государственные всевозможные предприятия, организации работают. Вот. Где у нас есть конференц-связь, где у нас есть трансляция видео и так далее. И, соответственно, мы с вами не забываем о том, что у ШУР есть топовая конференц-система. И более того, в бюджетном варианте у нас с вами есть новинка. У нас с вами появилась новинка системы. Итак, дискуссионные и конгресс-системы ШУР состоят из, скажем так, трех основных модулей. Что это может быть, какие линейки. Это система Microflex Complete 605. Если вы помните, существует и сейчас, скажем так, уходит в прошлое система Discussion Digital System 5900, DDS 5900. Ей на смену пришла система MXC 605. Вот. Чуть подробнее мы на ней сегодня остановимся. Далее. Есть системы парламентского уровня Microflex Complete проводная. И беспроводная система, тоже парламентского уровня, потому что есть там весь основной функционал, который необходим, собственно говоря, для дискуссии, голосования, аудиентификации и так далее. Это Microflex Complete Wireless. Беспроводное решение. Когда мы с вами говорим про конгресс-систему. Итак, цифровая дискуссионная система Microflex Complete с пультами MXC 605. Полностью цифровая система. В центральный блок кабелей витой пары подключаем по цепочке пульты и все. У нас система с вами работает. Плагин-плей-система. И которая имеет, я даже подчеркнул, привлекательную цену. В чем же основное, на что стоит обратить внимание, когда мы с вами говорим про Microflex Complete 605? Да это то, что теперь данная система входит в семейство Microflex Complete. А это означает, что вы теперь можете подключать пульты бюджетные и микшировать их с уже пультами парламентского уровня Microflex Complete. То есть получается, что, к примеру, вы, допустим, в президиум можете поставить пульты более продвинутые, а раскидать по залу пульты серии MXC 605. Либо, к примеру, вы можете в трибуну врезать микрофоны и микрофонные пульты MXC 605. Вот. И далее все остальное, вестованный зал снабдить пультами парламентского уровня с голосованием. Вы понимаете, да? То есть насколько стала гибкая система. Далее, что еще поменялось? Увеличилось количество каналов перевода, которые вы получаете в стандарте. Это означает, что теперь у вас есть четыре канала перевода. То есть если раньше их было три, то есть два синхроперевода, один базовый, то теперь у вас три канала синхроперевода и один базовый. Соответственно, это реально получается действительно обновление, это прорыв. И кроме того, немножечко изменились конфигурации, не конфигурации, а изображения на кнопочках. Я вам покажу чуть позже. Ну и, конечно же, на самих пультах теперь написан бренд SHU. Раньше было написано DIS. Итак, касаемо пультов. Ну, тут считываться, наверное, не нужно. Просто я хотел сказать, что конфигурация пульта, она осталась прежней с точки зрения всех элементов, которые на нем присутствуют. У нас с вами теперь, ну, это важно, да, есть кнопка, которая идет в стандарте. Вот. Хочу заметить, что тут нет сейчас ни спик, ни мьют, ничего. То есть здесь везде у нас с вами пикотограммки изображения. То есть от языка независимо. Вот. Все интуитивно понятно. Если вам необходимы кнопки переводчика, да, к примеру, или более упрощенные кнопочки, то их нужно будет приобретать отдельно. Они идут китом по 10 штучек. Точно так же все подключается витой парой, экранированной по цепочке. Касаемо пультов врезного исполнения. Тут вообще бомба. Стало все гораздо проще. Почему? Потому что если раньше мы, чтобы заказать пульт врезной, должны были его собирать из трех элементов, а это нужна была база, нужна была накладка, нужны были, соответственно, сами кнопки, то теперь ничего этого делать не нужно. Просто нужно вам выбрать. У вас врезной пульт. Собираетесь ли вы на нем прослушивать синхроперевод или не собираетесь? Или вам достаточно просто кнопки включить, выключить микрофон? Все, это все, что вам нужно выбрать. После этого вы выбираете соответствующий пульт. Либо MXC605FL с синхропереводом, либо MXC605FS. То есть кнопка просто включить-выключить микрофон. Все. Ну и касаемо, то есть если вам необходим динамик врезной, то его также можно заказать. Он называется MXC605LS. Касаемо функциональности, все осталось прежним. Единственное, опять же повторюсь, что немного изменились кнопочки. Теперь они выглядят следующим образом. То есть есть кнопка, которая идет в стандарте. И остальные кнопки, если они необходимы, вы, собственно говоря, их... Ну, это тоже в стандарте идет, когда он уже синхроперевод. Остальные кнопки, если необходимо, вы покупаете отдельно, они также идут китом по 10 штук. Все. То есть реально стало гораздо проще конфигурировать и понимать там бюджет, и вообще понимать, чтобы не запутаться потом, когда вы приинсталируете, что вы приобрели то, что нужно. Ну, и это, на самом деле, тоже очень интересно. То, что... Значит, смотрите. Разъем у микрофонных пультов, он остался 3XLR у MXC605. МXC605, точно такой же, как и был на его предшественнике, DC-5980P. Вот. И что важно, микрофоны, которые есть в линейке и у DISS, и теперь у Shure, они все подходят. То есть, начиная от бюджетных микрофонов GEMP 59, 23, 24 и 25, да, плюс от системы DCS 5900. Далее, от старой системы DCS 6000 тоже подходят микрофоны. Они чуть подлиннее, капсулы у них побольше. Ну, и, конечно же, топовые микрофоны Shure серии Microflex, они тоже подходят. Сюда тоже есть модели для того, чтобы работать с данными системами. Это реально круто, то, что вы можете под любой бюджет подобрать тот микрофон, который вам необходим. Ну, и буквально пробегусь по системе Microflex Complete, системам парламентского уровня. Я уверен, что вы наслышаны про нее. Многие устанавливали, у многих, возможно, она стоит, и вы ее пользуетесь. Итак, какое же основное обновление у данной системы? А основное обновление то, что теперь, когда вы приобретаете данную систему, вам не нужно покупать лицензию FL6000. Весь функционал этой лицензии, он уже зашит в центральный блок и открыт для того, чтобы вы им пользовались. Это очень важно, это немалюдые деньги, между прочим. При том, стоимость самого центрального блока, она не увеличилась. Просто нужно накатить на центральный блок последнюю прошивку, и весь функционал, который есть на FL6000, он перед вами открывается. Это очень важно. Далее, касаемо пультов настольного исполнения, изменений не произошло, собственно говоря, и не нужно, потому что и так все на топ уровне. Итак, у нас с вами есть настольные пульты MXC615-620. Отличие в том, что у MXC620 есть NFC-слот для карты, для того, чтобы участники авторизовывались на нем. Если вам требуется голосование кнопочное, то есть пульты MXC630 с полным функционалом, по синхропереводу в том числе. Ну и самые топовые пульты с тачскрин-экраном, со всеми функциями из голосования в том числе, и с переводом, и с картами, чтобы, собственно говоря, работать. Все три пульта доступны и готовы и удобны в использовании. Касаемо врезных пультов. В прайс-листе, то есть доступны к заказу вот так, у вас есть два варианта. Это MXC620 без голосования, но с селектором каналов. И MXC630 F. И там, и там F. Это значит флеш-маунт, врезные. С функциями голосования, перевода и идентификации по карте. Пожалуйста, все данные пульты доступны. И еще есть интересные микрофонные модули. Значит, это врезной интерфейсный модуль MXC-MU. Это, грубо говоря, сам пульт. И верхние накладочки, то есть то, что видит делегат, это врезные модули MXC-MU FS и FL с громкоговорителем и без громкоговорителя. Важно, что теперь одного данного модуля MXC-MU достаточно, чтобы использовать его с двумя микрофонными панелями. То есть получается вы, ну это экономия средств. Допустим, вам нужно сделать, ну там, 4 пульта, да, установить подобных. Вы покупаете 2 устройства MXC-MU, 2 устройства и 4 пульта, ну точнее говоря, врезных панелей MXC-MU FS или FL. Опять же, это все стало благодаря последним прошивкам, которые используются в данной системе. Ну и что из интересного? Интересного то, что когда мы с вами говорим про врезные модули, про врезные пульты, мы с вами и можем заказать кастомизацию. То есть, когда мы говорим про врезку, мы можем располагать кнопки, мы можем менять цвет, мы можем менять размер, мы можем врезать даже экраны, если это необходимо. Делается все это очень просто. Вы, ну, там, спрашиваете у заказчика, или если вы являетесь заказчиком, сами у себя спрашиваете, какие пульты вы хотите врезные. После этого мы все ваши пожелания отправляем в шурс, заполнив там специальная форма есть, структурированная. И на основании этих ответов уже ведется расчет по стоимости и ведется расчет по таймингу, то есть, по времени производства подобных устройств. Это на самом деле реально круто. Вот, и теперь можно кастом на врезные пульты тоже использовать в своих проектах. Пожалуйста. Касаемо всех устройств дополнительных, а это, когда мы с вами говорим про перевод, к примеру, да, то есть, это пульты переводчика с гарнитурами, это инфракрасный перевод, когда нам нужно получать беспроводной перевод, ну, в зал какой-то, да, то есть, раздав инфракрасный приемник и делегатам. Это, ну, к примеру, те же самые электронные таблички, да, где на которых пишется имя, должность, организация, то есть, не бумажка ставится, а вот такие продвинутые электронные таблицы. Все это доступно, все это можно рассмотреть в проектах, вообще никаких проблем нет. И микрофоны, сами микрофоны, это микрофоны серии Microflex, есть несколько вариантов по длине и по гибким частям, то есть, если мы с вами говорим про длины, то это, ну, грубо говоря, 40-50 сантиметров. Есть еще микрофон Shotgun с узкой направленностью, но который далеко бьет, вот, ну, и по элементам перегиба есть либо внизу элемент перегиба, либо и внизу, и наверху, чтобы было удобно уже сам капсюль подстраивать подговорящим. Вот, и теперь я хочу передать слово Андрею для того, чтобы он показал, как можно сконфигурировать данную конгресс-систему. Да, сейчас, коллеги, мы с вами посмотрим новый калькулятор, новую версию калькулятора DSS LAN, версию вторую. Я бы еще в дополнение к тому, что рассказывал Тарас, хочу еще одну особенность выделить, которая позволяет, собственно говоря, новые пульты. И надо обратить внимание, что в пультах Microflex Complete, новые версии, есть и вход, и выход. Надо быть внимательным при подключении. А что это нам дает? Это нам позволяет подключать объекты, устройства в кольцо. И самое главное при инсталляциях обращать внимание, что нам нужен кабель, экранированный, пятой категории, либо выше, с экранированными разъемами. Вот, к вашему вниманию, мы показываем калькулятор. Я буквально потом покажу, где это можно, либо ссылочку пришлем, где его можно взять. Давайте откроем этот замечательный новый калькулятор. Соответственно, что мы видим? С левой стороны мы с вами видим объекты. Что это за объекты? Это центральные блоки, которые есть в парке у компании Shure. Это и новые центральные блоки, о которых говорил мой коллега Тарас, DISS CCU. И наследие, которое перешло от компании DISS, которая входит в холдинг компании Shure. Коллеги, давайте попробуем построить какую-то схему. И на основе ее посмотрим, что дальше получится. Я беру мышкой, переношу на свободное белое поле центральный блок DISS CCU. Соответственно, мы с вами видим, что центральный блок серии MXC имеет 4 порта. Это все осталось. Давайте посмотрим и применим. Был вопрос, доступны ли вырезные пульты. Да, доступны. Давайте с ними сделаем конфигурацию. Давайте возьмем из базы, к примеру, пульт MXC 620 и перенесем его на центральный блок. Что мы с вами видим? Здесь есть, собственно говоря, 4 порта у центрального блока традиционно ABCD. Количество устройств, которые мы можем подключить. Есть ограничения. Сразу скажу, допустим, только 20 устройств можно подключать к одному из портов центрального блока. Данный калькулятор, данной версии пока не позволяет делать решение, топологию кольцо. Но мы надеемся, что скоро это будет. Давайте построим схему, чтобы это было видно, как можно работать. Подключим 10 устройств к порту A и укажем расстояние между устройствами, вырезными пультами, допустим, 3 метра. Итак, добавим. Давайте развернем схему. Увеличим. Вот, собственно говоря, мы с вами видим, что у нас сейчас с вами получилось. Я могу перетаскивать по этому полю. Мы видим центральный блок, к которому подключено на текущий момент межблочными кабелями штатными заводскими серии EC60001.03. 10 устройств вырезных. Замечательно. Хочу дальше идти. Я увеличу, чтобы картинка была и более наглядной. Я хочу топовые пульты подключить, о которых говорил Тарас. Давайте сделаем так, чтобы количество пультов было, к примеру, 19. Давайте я выберу порт C. Укажем количество 19. Расстояние между кабелями укажем тоже 3 метра. Вы спросите, а как указать, вот, программа сейчас ругнулась, а как указать количество, длину питающих кабелей? Мы стоим на объект. Кстати, вот здесь видите подсказка. Подсказка, она на английском языке. Собственно говоря, что мы превысили расчетные значения. Что же делать? Напрашивается, что в структурную данную схему мы должны поместить блок питания. Давайте попробуем удалить всю цепочку. И заново построим. Так, у нас с вами был вариант СМХИ-620. Еще раз прошу извинения, работаем в живом режиме. 15 пультов. Расстояние между пультами 3 метра. Посмотрим. Сейчас уменьшим. Соответственно, здесь вся статистика. Хочу длину питающего кабеля сделать, допустим, 50 метров. Сейчас я это чуть позже сделаю. Здесь у нас на просмотре спецификация, которая получилась. Вот, сейчас длину питающего кабеля, допустим, зададим на 50 метров. И мы это увидим на калькуляторе. Вот, пожалуйста. Что у нас на текущий момент получилось? Соответственно, у нас длина питающего кабеля 50 метров, я указал. У нас 14 кабелей трехметровых и объекты МХИ-620. И как обещал, давайте подключим к другой цепочке, к цепочке B. К C, я обещал. Пульты МХИ-640. Перетаскиваем объект. Длину к цепочке C, я обещал. Укажем 3 метра. Добавим. Ругается. Давайте посмотрим, что проблема. Надо либо удалить какие-то устройства из цепочки C, к примеру, либо добавить блок питания. Давайте попробуем сделать, удалить вначале. Давайте добавим блок питания. Вот, пожалуйста. Собственно говоря, мы добавили блоки питания. Теперь мы не видим, что у нас превышены граничные значения. И слева у нас, собственно говоря, вся спецификация. Как сказал Тарас, что теперь не нужна версия, теперь не нужна лицензия. Она лицензия после обновления до версии 9.0.0 позволяет подключать разные объекты, соответственно. Андрей, спасибо большое. И осталось буквально два сообщения. Два сообщения. Значит, первое. Не забываем о том, что в линейке конгресс-систем ШУР есть еще и беспроводное решение MicroPress Complete Wireless. Система, которая работает на Wi-Fi диапазоне 5 ГГц, либо 2,4 ГГц. Система имеет парламентский уровень. То есть есть весь функционал и голосование, и перевод, и по карте авторизация. Есть сетевые зарядные станции, на которых можно отслеживать состояние аккумуляторов и батарей. И, конечно же, данная система является и работает через протокол Данте. И еще одна Дант-линейка – это MicroFlex Wireless, которая работает уже на безопасном спектре DECT. Это всевозможные микрофоны граничного слоя, ручные микрофоны, поясные передатчики, на которые можно либо головной микрофон, либо петличку использовать, и базы для микрофонов на гусиной шее. Это тоже, повторюсь, устройство, которое имеет Дант-интерфейс и которое работает, точно так же имеет питание по Е, как и те устройства, о которых мы с вами говорили до этого, когда мы говорили с вами про экосистему ШУР. Ну и, конечно же, конечно же, вишенка на торте, скажем так, это домашний офис ШУР. Поскольку не секрет, что я сейчас нахожусь не в офисе, я сейчас нахожусь тоже на удаленке и вещаю вам из дома, есть возможность у ШУР использовать USB-микрофоны для как раз видеоконференции из дома, используя тот же самый Zoom или Microsoft Teams. Итак, у нас есть два микрофона, которые для этого используются. Это серия Motive USB-микрофонов, которая называется MV5, MV5, либо MV51. Кстати говоря, сейчас я вещаю весь свой вебинар в микрофон Motive MV5, чтобы вы понимали. И, опять же, если необходимо вам дома иметь отличный микрофон с отличным звуком, а если мы с вами говорим про микрофон MV51, то даже микрофон, который можно использовать для домашней студии и для записи музыки, то вы их тоже можете использовать. Ничего не нужно дополнительного, просто plug and play в USB, и вы работаете. И о чем... Вот у нас был вопрос про где же все это посмотреть, где же это можно пощупать и использовать. Просто очень круто подгадали мы с этим вебинаром, потому что у нас сейчас на стадии открытия наш демозал по профессиональному аудио и видео. Вот. Там будет представлено абсолютно все профессиональные линейки ШУР, начиная от микрофонов и радиосистем, вокальных и для речи, заканчивая массивами и конгресс-конференц-системами. Вот, к примеру, на данном слайде. Это реальная фотография из нашего демозала, который сейчас в процессе подготовки. Вот, к примеру, вот висит потолочный микрофонный массив. Вы сможете по приглашению прийти и пощупать, потрогать, и мы вам проведем демонстрацию. Есть у нас запись демонстрации, соответственно говоря, мы вас внесем в наш список, назначим вам дату и время. Ну и, конечно же, согласуюсь с вами, и вы к нам придете. Находится это в бизнес-центре «Сириус Парк», где, собственно говоря, заседает наш интеграционный отдел. Это находится в Москве на Каширском шоссе. Так что приглашаем вас. Опять же, вы можете писать, если вы работаете с нашей компанией, своим менеджером. Если вы с нами первый раз работаете, писать на почту мне и Андрею для того, чтобы, собственно говоря, мы могли вас записать на демонстрацию. Абсолютно все оборудование, которое есть в портфеле ШУР необходимые, все линейки у нас в доступности. И их можно не только посмотреть в нашем зале, но и на большую часть мы вам можем предоставить в демо, если вы находитесь не в Москве, а в другом каком-то регионе. Итак, когда мы с вами говорим про компанию «Диджис», во-первых, это всегда топовое оборудование. Ну, на примере ШУР, да, но нужно понять, что это топ. Вот. Это всегда ассортимент на складе, потому что у нас политика такая, что склад мы держим. Мы всегда держим склад всех тех основных линеек, основных моделей, которые есть в линейке ШУР. Вот. Ну и, конечно же, ну, кроме обучения и так далее, это наше демооборудование. Ну и, коллеги, вот наша почта. Почта моя, почта Андрея. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Андрей, там с вопросами ты просматривал какие-то еще есть? Да, да, да. Да, есть вопросы, пожалуйста. Я успел как раз посмотреть характеристики потолочных громко, говорить ли у меня подлив рукой руководство пользователей, я вот его достал. Значит, на сайте два входа и один выход данный. Так оно и есть, соответственно, есть интегрированные утилиты, ШУРДСП, палатер, задержка, лимитер. Когда будет в наличии вырезная система MHC? Если речь идет не о MHC-605, то она уже в наличии. Есть пульты с голосованием, есть пульты с синхронным переводом, есть просто дискуссионные пульты, которые работают от интерфейса MXC-MIL. Да, это все есть, собственно говоря. Есть еще одна особенность, о которой сегодня говорил Тарас. Центральный блок после обновления и обновления юнитов через FUU до версии 9.0.0 позволяет подключать и пульты, которые пришли из старого наследия, из ДИСа, допустим, 59-ю серию. Я это проверял, все это работает. Калькуляторы очень хорошие. Причлем ссылку, только напишите письмо, либо я сейчас после презентации пришлю ссылку, где вы все утилиты программы сможете посмотреть. Там очень удобно. Там прям релизы написано, что было, что стало. Рекомендую. Коллеги, спасибо. Если вопросов больше нет, то я хочу поблагодарить Василия за внимание, что Вы подключились в данное время. От меня, Андрей, к Вам большой респект, большое спасибо. Надеюсь, что информация была полезная. Ну, а дальнейшие, более подробную информацию, опять же, мы Вам вышлем, какая необходима по данным устройствам. Спасибо Вам большое. Спасибо. Спасибо, коллеги, за то, что уделили время. Ждем Ваши вопросы. Если требуется помощь в создании решений, спецификаций, пишите, либо обращайтесь к нашим менеджерам. Хорошего дня.